Продолжение следует... Ну, а дальше научимся, как работать с производными, для чего они нужны и так далее. Но чтобы это можно было делать, нужно в голове немножко обновить то, как можно работать с понятием пределов. Поэтому давайте сделаем так. Первую половину семинара мы немножко залезем на предыдущий семинар, то есть поговорим о том, как работать с понятием пределов, а дальше введем понятие производных, ну и построим некоторую теорию, научимся с этими производными работать. Ну вот, чтобы можно было с чего-то начать, я начну с задач. Ну, разумно посмотреть задачи. Я надеюсь, вы дома задачи сами посмотрели, по аналогии с теми задачами, которые я разбирал. Но так или иначе, давайте начнем с задачи, а потом плавно перейдем на понятие производных. Итак, начнем вычисление следующих пределов. Давайте посчитаем такой предел. Посчитать предел. Посчитать предел. Предел. При x, стремящемся к a, x в степени x минус a в степени x, x в степени x минус a в степени x. Сейчас глянем, глянем, глянем. x в степени x минус a, пардон, минус a в степени a поделить на x минус a. Минус a в степени a, минус a в степени a поделить на x минус a. Итак, давайте попробуем посчитать такой предел с помощью умалых, которые мы ввели в прошлый раз. Итак, что у нас есть? Понятно, что при x, стремящемся к a, у вас числитель стремится к нулю и знаменатель стремится к нулю. Правильно? Вы получаете неопределенность типа 0 на 0. С этой неопределенностью нужно некоторым образом разобраться. Ну, давайте посмотрим. Что у вас за выражение сверху? Выражение сверху у вас х в степени х-а. Если вам проще работать с формулами, которые связаны с о малым при х, стремящемся к нулю, то проще сделать замену. Замена разумна сделать такую, например, т равняется х-а. Если вы сделаете эту замену, то такой предел превратится в предел при т, стремящемся к нулю. Согласны? То есть если х стремится к а, то т стремится к нулю. А здесь будет такое выражение, x это будет t плюс a, поэтому получится t плюс a в степени t плюс a минус a в степени a поделить на x минус a. Вот получается вот такое выражение. Что можно делать дальше? Дальше можно сделать следующую штуку, смотрите. Итак, что это у нас получается? У нас получается предел при t стремящемся к нулю, ой, я извиняюсь, x минус a мы же тоже должны были заменить на t, поэтому x минус a, x минус a равняется t. Вот такое вот выражение получается. Итак, вот такой предел. Что мы можем делать дальше? Дальше мы можем, например, вынести выражение a в степени a. Ну вот давайте вынесем выражение a в степени a, a в степени a, тогда здесь мы получим следующее. t минус t плюс a в степени t плюс a поделить на a в степени a минус 1. Правильно, поделить это выражение на t. Теперь воспользуемся формулой о малую, но перед этим давайте сделаем небольшой перерыв. Значит, вот у нас есть такое выражение t плюс a в степени t плюс a поделить на a в степени a. Давайте попробуем с ним некоторым образом поработать. Итак, что у нас есть? У нас есть выражение t плюс a в степени t плюс a. Согласитесь, что мы это выражение можем переписать как e в степени логарифм от t плюс a в степени t плюс a. Что мы можем сделать дальше? Дальше мы t плюс a можем вынести. Что у нас получится? e в степени t плюс a умножить на логарифм t плюс a. Вот получается вот такое выражение. Теперь мы можем разобраться с логарифмом. Почему? Мы можем дальше расписать вот так. Смотрите, e в степени t плюс a, e в степени t плюс a. А логарифм мы можем расписать так. Логарифм t плюс a мы можем расписать как логарифм единица плюс t поделить на a умножить на a. Согласны? И логарифм произведения разделить как сумму логарифмов. То есть у нас получается что? У нас получается логарифм а плюс логарифм единица плюс t поделить на a. Готово. Что мы можем сделать дальше? Дальше мы можем воспользоваться формулой для логарифма, потому что мы знаем, что логарифм 1 плюс х, где х мало, есть просто-напросто х плюс о малое от х. Поэтому логарифм 1 плюс t поделить на а, где t стремится к нулю, это будет вот такое выражение. Е в степени t плюс а умножить на логарифм а, логарифм а плюс, здесь получается вот такое выражение, плюс t поделить на а, плюс о малое от t поделить на а. Вот получается вот так. Теперь, что мы получаем дальше? Дальше раскладываем, значит, перемножаем вот эту скобочку на вот эту скобочку, что получаем? Е, первая слагаемая, получается а логарифм а, а логарифм а, дальше получается t умножить на логарифм а плюс t, плюс t, то есть а умножить на а умножить на t, плюс t. Что у нас получается дальше? Дальше у нас получаются слагаемые t квадрат поделить на а и t умножить на u малое t поделить на а. Ну понятно, что и t квадрат поделить на а, и t умножить на u малое от t поделить на а, все эти выражения это u малое от t. Поэтому я напишу так, плюс u малое от t. Вот такое получилось выражение. Работаем с ним дальше. Значит, что у нас получается? E в степени а логарифм а. Ну понятно, что дело, что E в степени логарифм а это а. То есть получается а в степени а. А тут получается вот такое выражение. А в степени а умножить е в степени t. Логарифм а это у нас а в степени t умножить на а в степени t. Дальше умножить на e в степени t умножить на e в степени t умножить на e в степени o малая t. И это выражение у нас вот это. Продолжаем с ним работать дальше. То есть что мы должны? Мы должны поделить на a в степени a. Вот это сократится. И в итоге у нас получится следующее выражение. Давайте его запишем. Получится вот такое выражение. Равняется предел при t, стремящемся к нулю. Дальше. Здесь у нас a в степени a поделить на t. t плюс a в степени t плюс a. Это вот это выражение. Поделить на a в степени a. Это получается a в степени t на e в степени t на e в степени o малая от t. Вот такое выражение. Минус 1. Минус 1. Так, продолжаем с ним работать дальше. Смотрите, мы знаем, что a в степени t, а в степени t, это у нас что такое? Это у нас единица, единица плюс t на логарифм, t на логарифм a, t на логарифм a плюс o малая от t. Есть? Это a в степени t. e в степени t, это опять же через асимптоматическую формулу единица, единица плюс t плюс o малая от t. Соответственно, вот это выражение мы можем подставить вот сюда. Вот это выражение мы можем подставить вот сюда. Мы даже более того, можем расписать e в степени o малая от t, потому что e в степени o малая от t, это будет единица плюс o малая от t плюс o малая от у малого от t. То есть еще меньшее выражение, которое мы с легкостью можем включить вот сюда. Итак, подставляем все это вот сюда и получаем следующий ответ. Значит, получается предел при t стремящемся к нулю. Здесь получается a в степени a поделить на t. А здесь получается вот такое выражение. a в степени t это единица плюс t логарифм a плюс o малая от t. e в степени t это единица плюс t плюс o малая от t. Вот такое выражение. e в степени o малая от t это единица плюс o малая от t. Вот такое выражение. Минус 1. Минус 1. Теперь, если мы раскроем скобочки, что у нас получится? Единица умножить на единицу умножить на единицу минус единица даст вам 0. То есть все слагаемые, которые t не содержит, они просто-напросто сократятся. Единица умножить на единицу умножить на единицу даст 0. Какие у вас будут слагаемые с t? С t получатся вот такие слагаемые. Итак, предел. При t стремящемся к нулю, здесь a в степени a поделить на t. С t останутся такие слагаемые. Это t логарифм a умножить на единицу. То есть t логарифм a. Это t умножить на единицу плюс t. Ну и все. Больше никаких слагаемых не останутся. Все остальные слагаемые будут выражения либо t квадрат, либо t умножить на o от t, либо o от t на o от t. Все остальные слагаемые будут убывать при t стремящемся к нулю быстрее, чем t. То есть все остальные слагаемые будут o от t плюс o от t. Вот получилось вот такое выражение. Ну а теперь, как бы, последний шаг. Сокращаем на t и получаем вот такую штуку. Предел при t, стремящемся к нулю. Здесь a в степени a. Здесь у нас получается логарифм a плюс 1 плюс o малое от t поделить на t. Соответственно, при t, стремящемся к нулю, вот это от t никак не зависит, вот это от t никак не зависит, а это стремится к нулю, потому что числитель убывает быстрее, чем знаменатель. Смотрите, вот такое выражение o малое от t поделить на t часто обозначают как o малое от единицы. Это просто обозначение для o малое от t поделить на t. Но мы-то знаем, что при t, стремящемся к нулю, o малое от t поделить на t стремится к нулю. То есть вот такое вот выражение, когда аргумент стремится к нулю, t стремится к нулю, стремится к нулю. Итак, это стремится к нулю, получается вот такой ответ. А в степени А, логарифм А плюс единичка. А в степени А, логарифм А плюс единичка. Я надеюсь, понятен, как получен ответ. Давайте попробуем посмотреть еще какие-нибудь задачи, не менее сложные, чем те, которые мы сейчас рассмотрели. Ну, например, рассмотрим вот такую задачу. Найти предел при х, стремящемся к нулю. А здесь получится достаточно большое выражение. Оно будет выглядеть так. Тангенс π на 4 плюс А на х. Здесь будет тангенс π на 4 плюс А на х. Странно. Тангенс π на 4 плюс А на х. Логарифм от тангенса поделить на синус bx. Логарифм от тангенса поделить на синус bx. Вот давайте попробуем найти такой предел. Я уже, надеюсь, вы понимаете, что мы должны будем делать. Но в любом случае, давайте я попробую эту задачку решить, а вы попробуйте себя проверить, так вы это понимаете или не так. Итак, что у нас есть? Давайте сообразим для начала. При х, стремящемся к нулю, знаменатель стремится к нулю. Синус от bx, когда х стремится к нулю. Смотрим на числитель. При х, стремящемся к нулю, здесь получается тангенс π на 4. То есть выражение, аргумент логарифма стремится к тангенсу π на 4, то есть к единице. Логарифм от выражения, которое стремится к единице, стремится к нулю. То есть получается в числителе 0 и в знаменателе 0 получается неопределенность типа 0 на 0. Давайте попробуем посмотреть, какие у нас есть способы эту неопределенность разрешить. Ну, давайте попробуем разобраться сначала, например, с синусом bx. С ним проще всего. Мы знаем, что при малых аргументах синус х есть х плюс о малое от х. То есть синус х приближенно равняется х плюс величина, которая много меньше, чем х. То есть убывает быстрее, чем х при х, стремящемся к нулю. Соответственно, синус bx будет равняться bx плюс о малое от bx. Я надеюсь, вы помните, я об этом говорил в прошлый раз, что, в принципе, не важно, какое тут стоит число, если это число, ну, просто какое-то число, не равное нулю. То есть о малое от bx это функция, которая ведет себя точно так же, как о малое от х. То есть, в принципе, это выражение я могу записать как b умножить на х плюс о малое от х. Это у нас знаменатель таким образом себя ведет. Давайте попробуем сообразить, что у нас с числителем. Итак, числитель у нас получается такой. Это логарифм тангенса π на 4, π на 4 плюс ах. Тангенса π на 4 плюс ах. Вот такое выражение. Так, сейчас попробуем сообразить, как с этим проще всего работать. Ну, я интересных и красивых способов не вижу, потому что вы понимаете, что это не тангенс х. Если бы у нас был бы тангенс х при х, стремящемся к нулю, то тангенс х приближенно бы равнялся х. А здесь аргумент тангенса стремится к π на 4. Поэтому единственный способ, который я вижу, действуйте аккуратно. То есть расписать логарифм, как сверху расписать синус π на 4 плюс ах, снизу надо расписать косинус. Косинус π на 4 плюс ах. Теперь для синуса и косинуса воспользоваться формулой для суммы. Что мы получаем? Мы получаем логарифм синус π на 4 плюс ах. Это будет синус π на 4 умножить на косинус ах плюс косинус π на 4 умножить на синус ах. Согласны? Это для числителя. Теперь для знаменателя. Косинус π на 4 плюс ах. Это будет косинус π на 4 на косинус ах минус синус π на 4 на синус ах. На синус Ах. Ну, мы знаем, что синус π4 равен косинус π4 равен единице на корень из 2. Поэтому давайте с легкостью на единичку на корень из 2 сократим, получим вот такое вот выражение. Теперь поехали работать дальше. Ну, что тут можно сделать? Можно сделать следующее, например. Смотрите, можно попробовать сделать следующее. Мы знаем, что синус Ах равен Ах плюс О малое от х. Согласны? Синус Ах равен х плюс О малое от х. Смотрите на эту доску, вместо В у нас А. Косинус Ах равен единице минус Ах в квадрате, Ах в квадрате пополам, плюс О малое от х в квадрате. Опять же, из О малого я А квадрат убрал. Ну, потому что это просто некоторая константа, которая не равная нулю. Понятно, что функция от этого убывать быстрее или медленнее не станет, если вы умножите на некоторую константу. Вот. Вот такие получились выражения. Если эти выражения сложить, то мы получим то, что в числителе. Смотрите, что у нас получается. У нас получается единичка вот отсюда, из косинуса. Синус Ах нам дает Ах. Ах. Дальше. Косинус. Косинус нам дает минус Ах в квадрате пополам, но мы знаем, что Ах в квадрате пополам убывает быстрее, чем Х. То есть Ах в квадрате пополам – это О малое от х. И О малое от х квадрат тоже можно включить сюда. То есть в числителе у нас получилось вот такое выражение. Единица плюс Ах плюс О малое от х. Понятно, откуда это выражение взялось? Ребята, еще раз, О малое от х, вот это слагаемое и вот это слагаемое, все эти три слагаемых, сумма этих трех слагаемых убывает быстрее, чем Х. То есть как О малое от х. То есть я просто взял вот эти три слагаемых и их объединил сюда, сюда и сюда. Я напомню, что если до кого-то непонятно, то чтобы это доказать, что вам нужно показать? Чтобы доказать, что какое-то выражение есть О малое от х, вам нужно доказать, что предел отношения этого выражения к х есть 0. То есть взять вот это выражение, которое я обвел, поделить на х и найти предел при х, стремящемся к нулю. Но смотрите, если вы вот это выражение поделите на х и х устремите к нулю, О малое от х поделить на х устремится к нулю, О малое от х квадрат, поделенное на х, тем более устремится к нулю, х квадрат поделить на х также устремится к нулю. Ну, так как это сумма, то сумма всех трех выражений тоже устремится к нулю, и вы получите, что действительно отношение обведенного выражения к х, при х, стремящемся к нулю, есть 0. То есть обведенное выражение есть О малое от х. Понятно, уловили? Хорошо. Теперь давайте посмотрим, что у нас в знаменателе. То есть числитель у нас вот такое выражение, а в знаменателе у нас вот такое выражение. Давайте его запишем так. Единица, единица минус ах, единица минус ах плюс у малой от х. То есть все будет то же самое, все будет то же самое, только из космуса мы должны будем вычитать синус. То есть получится единица из косинуса, минус ах из синуса, а все остальное это у малой от х. То есть в числителе получится вот такое выражение, в знаменателе вот такое. Таким образом, логарифм можно будет расписать так. Предел при х, стремящемся к нулю, логарифм отношения, это будет разность логарифмов. То есть это будет логарифм единица плюс ах плюс у малая от х, минус логарифм единица минус ах плюс у малая от х. Это то, во что у нас превратился логарифм от тангенса. То есть я получил вот такой числитель, я получил вот такой знаменатель, а теперь логарифму отношения расписываю как разность логарифмов. Вот такого логарифма минус вот такой логарифм. Готово. Это то, что в числителе. В знаменателе у нас синус bx, то есть знаменатель у нас bx плюс o малой от x. Вот такое вот выражение. Отлично. Практически мы с вами все решили, но как бы осталось разобраться с логарифмами. Я не думаю, что с логарифмами будет разобраться очень сложно. Почему? Потому что мы знаем, что логарифм от единицы плюс x это x плюс o малой от x. Здесь то же самое, только роль малой величины играет ax плюс o малой от x. То есть чем мы должны воспользоваться? Мы должны воспользоваться вот такой симпатической формулой, что логарифм единица плюс x это x плюс o малой от x. Соответственно, логарифм от единицы плюс ax плюс o малой от x есть что? Есть ax плюс o малой от x плюс o малой от x плюс o малой от x. Давайте с вами покажем, что вот это выражение, вот это выражение, есть просто-напросто o малой от x. Чтобы показать, что какое-то выражение, вот то, что я обвел, вот это выражение, есть o малой от x, вам нужно просто-напросто найти предел, предел при x стремящемся к нулю от этого выражения, o x плюс o малая от ax плюс o малая от x поделить на x. Ну давайте сообразим, o малая от x поделить на x стремится к нулю, потому что в числителе функция стоит, которая убывает быстрее, чем x. А здесь тоже стоит функция, которая убывает быстрее, чем ax плюс o малая от x. Понятно, что такая функция, которая убывает быстрее, чем ax плюс еще какая-то бесконечно малая, убывает и быстрее, чем x. Таким образом, предел вот этого отношения есть 0. А если предел отношения есть 0, то вот это выражение есть o малая от x. То есть вы получаете, что логарифм ax плюс o малая от x, это ax плюс o малая от x. С этим можно поступить точно так же, только теперь малой величиной будет не вот это ax плюс o малая от x, а вот эта величина минус ax плюс o малая от x. И таким образом, что вы получите? Вы получите, что логарифмы у вас снимаются, и выражение получается вот такое. Смотрите, выражение получается предел, при x стремящемся к нулю, здесь получается ax плюс o малая от x минус, ax минус минус ax минус ax плюс o малая от x поделить на bx плюс o малая от x. Ну, теперь нам ничего не стоит, просто взять и поделить числитель и знаменатель на x. Что мы тогда получим? Мы получим предел при x стремящемся к нулю, в числителе получается 2а плюс здесь получается 2у малая от x поделить на x, поделить, в знаменателе получается b плюс о малая от x поделить на x. Естественно, мы с вами предполагаем, что b не равняется нулю, потому что на 0 делить нельзя, а если бы b равнялась нулю, то мы бы просто-напросто делили на синус нуля, то есть на 0. Это делать нельзя. То есть мы предполагаем, что b не равняется нулю. Если b не равняется нулю, то что мы с вами получаем? Мы с вами получаем вот такое выражение, вот такое выражение. Мы знаем, что x, деленное на x при x стремящемся к нулю, стремится к нулю. Это, естественно, также стремится к нулю, и вы получаете вот такой ответ 2а поделить на b. 2а поделить на b. Поняли? То есть видите, как бы принципиально сложного ничего нет. Нужно последовательно пользоваться асимптотическими формулами. Ну, хорошо. Давайте с вами попробуем еще решить задачку, чтобы вы точно для себя уяснили, что у вас с этим никаких проблем нет. Попробуем рассмотреть какую-нибудь задачку чуть более сложную. Например, такую. Найти предел при x, стремящемся к нулю, косинус x на e в степени x. Найти предел при x, стремящемся к нулю, косинус x на e в степени x, косинус x на e в степени x, минус косинус x на e в степени минус x поделить на x в кубе. Минус косинус x на e в степени минус x поделить на x в кубе. Дайте я проверю и попробуем найти. Итак, найти предел. Косинус х на е в степени х минус косинус х на е в степени минус х поделить на х в кубе. Ну, смотрите. Хорошо бы, конечно, чтобы вы уже умели делать такие задачки самостоятельно. Поэтому, если вы это смотрите в записи, то проще всего поставить на паузу и попробовать делать задачку самостоятельно, чтобы просто проверить, понимаете, что вы, что нужно сделать или не понимаете. Ну, как бы, если вы хотите посмотреть все-таки, как это делается, давайте я эту задачу порешаю. Итак, что у нас есть? У нас необходимо найти вот такой предел. Давайте сначала проверим, а есть у нас какие-то сложности или нет. Итак, при х, стремящемся к нулю, числитель стремится к чему? х стремится к нулю, е в степени х стремится к единице, х на е в степени х стремится к нулю, косинус нуля стремится к единице, то есть получается здесь вот это выражение стремится к единице, минус выражение, которое стремится к единице, то есть числитель стремится к нулю. Знаменатель, как ни сложно догадаться, тоже стремится к нулю. То есть вы опять получаете неопределенность типа 0 на 0. Давайте эту неопределенность попробуем разрешить. Чем мы будем с вами пользоваться? Мы будем с вами пользоваться формулами асимптотическими для косинусов и экспонентов. Вот, например, мы знаем, что косинус t при t, стремящемся к нулю, есть вот такое выражение 1 минус t квадрат пополам плюс o малая t квадрат. Отлично. Дальше мы знаем выражение для экспонента. То есть мы знаем, что e в степени t при t, стремящемся к нулю, есть вот такое выражение 1 плюс t плюс o малая t. 1 плюс t плюс o малая t. Готово? Давайте попробуем все это аккуратненько собрать в том пределе, который мы хотим найти. Итак, предел при x, стремящемся к нулю, здесь 1 поделить на x в кубе. Сначала пользуемся выражением для косинуса. Что получается? 1 минус роль t играет x на e в степени x минус x на e в степени x в квадрате пополам плюс o малая от x на e в степени x в квадрате. Вот такое вот выражение. Правильно? Я воспользуюсь вот этой формулой, в которой t это x на e в степени x. Минус. Теперь расписываем второй косинус. Значит, здесь получается единица минус x на e в степени минус x в квадрате пополам плюс o малая от аргумента x в степени e в степени минус x в квадрате. Вот такое получилось выражение. Так, мне кажется, я забыл лишнюю скобочку. Вот такое. Теперь раскрываем скобки. Как несложно заметить, единички у вас благополучно сокращаются. То есть уходит вот это и вот это. Что у нас остается? У нас остается вот такой предел. Предел при x, стремящемся к нулю. Здесь единица поделить на x в кубе. А здесь получается вот так. Давайте одну вторую вынесем. Одну вторую вынесем. Останется минус x в квадрате на e в степени 2x плюс o малая от x в квадрате на e в степени 2x. Это выражение, которое следует, когда мы раскрываем первый косинус. Второе получается такое. Единичка ушла. Получается плюс x в квадрате на e в степени минус 2x плюс o малая от x в квадрате на e в степени минус 2x. Второе выражение получилось вот такое. Ну, отлично. Теперь, смотрите, на х квадрат можно сократить, то есть х квадрат у нас есть здесь, х квадрат есть здесь, х квадрат есть здесь. И получить вот такое выражение, предел, при х, стремящемся к нулю, здесь получается единица поделить на 2х, здесь получается минус е в степени 2х. Но мы знаем, что е в степени t это единица плюс t плюс о малое от t. Соответственно, минус е в степени минус 2х это будет минус единица, минус единица минус 2х плюс о малое от 2х. Это то, что осталось от экспоненты. Е в степени 2х, е в степени 2х минус, минус, ну и давайте тут в принципе без разницы, потому что мы знаем, что о малое от х и минус о малое от х это просто две функции, которые бывают быстрее, чем х. Поэтому без разницы, что здесь стоит за знак. Ну давайте оставим здесь знак минус. Дальше, вот этим, когда мы раскрываем е в степени минус 2х, мы получаем плюс 1 минус 2х плюс о малое от минус 2х. Плюс то, что осталось, а осталось вот это плюс вот это поделить на х квадрат. То есть о малое от х квадрат на е в степени минус 2х плюс плюс о малое от х квадрат на е в степени 2х поделить все это на х квадрат. Осталось вот такое вот выражение. Согласны? Продолжаем упрощать дальше. Смотрите, на единичку тут все сокращается. И теперь просто-напросто мы делим все выражение на х. Получаем вот так. Получаем предел. Предел при х, стремящемся к нулю. Здесь одна вторая. Здесь получается минус 2х вот отсюда, минус 2х вот отсюда. То есть минус 4, потому что минус 2х отсюда, минус 2х отсюда поделили на х. Плюс о малое от минус 2х, минус о малое от 2х поделить на х, поделить на х. Плюс вот такое выражение о малое от х квадрат е в степени минус 2х плюс о малое от х квадрат е в степени 2х поделить на х квадрат. Поделить, даже не на х квадрат, даже поделить на х в кубе. Поделить на х в кубе. Вот получается вот такое выражение. Смотрим дальше. Значит, что у нас получается? У нас получается следующее. Вот это слагаемое от х никак не зависит, и при х, стремящемся к нулю, вы просто-напросто получите минус 2. Согласны? Вот это выражение. С этим выражением разобраться достаточно просто. Почему просто разобраться с этим выражением? Смотрите. С этим выражением достаточно просто разобраться по следующей причине. У вас о малое от 2х это то же самое, что о малое от х. Я напоминаю, что вот эта константа никакой роли не играет. О малое от х это какая-то функция, которая бывает быстрее, чем х. Понятно, что о малое от 2х тоже некоторая функция, которая бывает быстрее, чем 2х и х без разницы. Поэтому о малое от 2х это о малое от х. Это тоже о малое от х. Разность 2х о малых от х это о малое от х. О малое от х поделить на х стремится к нулю. То есть вот это выражение стремится к нулю. А вот с этим выражением разобраться гораздо сложнее. Почему? Потому что мы знаем, что вот это слагаемое, которое убывает быстрее, чем х квадрат. И вот это слагаемое, которое убывает быстрее, чем х квадрат. Мы это делим на х в кубе. То есть на слагаемое, которое убывает быстрее, ну точнее быстрее, чем х квадрат, оно бывает как х в кубе. Но отнюдь не факт, что выражение о малое от х в квадрат поделить на х в кубе будет стремиться к нулю. Ну, какой пример? Например, х в степени 5 вторых. Понятно, что этот х есть о малое от х в квадрат. Он же при х, стремящемся к нулю, быстрее убывает, чем х в квадрат. Поэтому вот это выражение есть о малое от х в квадрат. Но если мы это выражение поделим на х в кубе, если мы это выражение поделим на х в кубе, мы получим не ноль, мы получим величину, которая является бесконечно большой. Поэтому то, что вот это выражение стремится к нулю, это гораздо более сложный результат, чем то, что мы с вами доказали. Но если мы это докажем, то есть вот это стремится к нулю, если мы покажем, что вот это стремится к нулю, то мы действительно получим ответ минус 2. Возникает только вопрос, как это доказать? Давайте сделаем с вами небольшой перерыв, и после этого попробуем с вами доказать. Остается разобраться с вот этим выражением. С этим выражением я сказал, в чем сложность разобраться. И в принципе, если вы задумываетесь, вы поймете, что вот таким путем, без излишних упрощений, тем аппаратом, который у вас есть, вы с этими выражениями не разберетесь. Ну действительно, вы не знаете, что делать с этим выражением, потому что вы знаете, ну хорошо, экспоненты. Экспоненты ведут себя как единица, единица плюс бесконечно малая. То есть е в степени минус 2х будет вести себя как единица минус 2х. Умножимая на х квадрат, вы получите выражение, которое ведет себя как о малая от х квадрат, минус 2 от х в кубе. В любом случае, вот это выражение вполне этому удовлетворяет. То есть вот это выражение бывает быстрее, чем х квадрат минус 2 умножить на х в кубе. Вот, поэтому что делать с вот этим выражением, непонятно, потому что вы всегда сможете использовать вот этот контрпример. С чем эта сложность связана? Эта сложность связана с вот этой формулой. С вот этой формулой. Почему? Потому что вот здесь мы знаем, как разлагать экспоненту с точностью как единица плюс х плюс о малая от х. И вы получаете, что под косинусом у вас стоит выражение х плюс, вы знаете, слагаемое до х квадрата. То есть вы знаете, что выражение здесь будет х плюс экспонента это х. То есть х плюс х квадрат плюс о малая от х квадрат. Но косинус вы знаете, ну точность разложения косинуса только до х квадрата. То есть раскладывая вот этот косинус, вы все время будете получать выражение до х квадрата плюс о малая от х. До х квадрата плюс о малая от х. А вам нужна точность до х куба. Поэтому вот таким путем вы ответ точно не получите. Вот ничего сделать с этим слагаемым вы не сможете. Тут надо действовать чуть хитрее. Либо действовать чуть хитрее, либо знать чуть больше. То есть, либо знать, как косинус разлагается дальше. То есть, вы знаете, что косинус это единица минус t в квадрате пополам плюс умолает t в квадрат. На самом деле, вот это выражение можно расшифровать дальше. То есть, там будет плюс t в четвертой поделить на 24 плюс умолает t в четвертой. Но пока вы это не знаете. То есть, пока вот таким путем вы не пройдете. Либо действовать чуть более хитрым способом. Вот давайте я вам покажу, как можно действовать чуть более хитрым способом, получить все-таки ответ точно, а не приближенно, предполагая, что вот это выражение стремится к нулю. Смотрите. Посчитаем тот же самый пример, но другим способом. И убедимся, что мы получим с вами тот же самый ответ, но без излишних предположений. Итак, сделаем следующее. Для данного выражения воспользуемся разностью косинусов. Вы знаете, что разность косинусов это минус 2 синус полусуммы на синус полуразности. То есть, вы получаете предел при х, стремящемся к нулю. Здесь получается минус 2. Здесь получается синус полусуммы. То есть, х на е в степени х плюс е в степени минус х пополам. Синус полусуммы. На синус полуразности получается синус. x пополам, e в степени x, минус e в степени минус x. Поделить, поделить все это на x в кубе. Почему это выражение более оптимальное для нашего случая? Еще разок. Вы знаете, как раскладывать косинус с точностью до квадрата. То есть вот с такой точностью. Этой точности не хватит, чтобы поделить на x в кубе. Здесь стоит x в кубе. Но вы знаете, как раскладывать синус с точностью до малого аргумента. Смотрите, вот это разложится как синус, образно говоря, x, вы получите x. Вот это, если вы разложите экспоненты, то у вас останется x, и получится синус от x в квадрата, то есть с точностью до x в квадрата. Вот это как x, вот это до x в квадрата. Их произведение даст выражение с точностью до x в кубе. И у нас все с вами получится. Давайте проделаем это аккуратно. Итак, что получается? Первое. e в степени x плюс e в степени минус x пополам. Я напомню, что вот это выражение, вот это выражение, это у вас гиперболический косинус от x. Но даже для нас это не принципиально. Главное, что это выражение равняется у нас единице плюс o малой от x. Единице плюс o малой от x. То есть при x, стремящемся к нулю, вы получаете вот такое выражение. Ну и, соответственно, вы получаете вот такую штуку. Предел при x, стремящемся к нулю. Здесь получается минус 2. Здесь получается синус. Здесь получается x плюс o малая от x. x плюс o малая от x. Поделить. x плюс o малая от x поделить на... Отсюда из x куба возьмем x умножить. Здесь останется x квадрат. А здесь получится такое выражение синус. Смотрите, e в степени x минус e в степени минус x пополам. Это у нас гиперболический синус. Для гиперболического синуса, вот для вот этого, есть вот такое выражение x плюс o малая от x. Мы, по-моему, в прошлый раз с вами об этом говорили. Таким образом, вы получите здесь x умножить на x плюс o малая от x. Вот получится вот такое выражение. Понятно, что я сделал? Еще разок. Вот здесь в аргументе гиперболический косинус я представил как единица плюс o малая от x. На самом деле мы знаем, что это единица плюс x в квадрате пополам плюс o малая от x в квадрат. Но так как x в квадрате пополам это o малая от x, то гиперболический косинус это единица плюс o малая от x. Получил вот такую штуку. Здесь я гиперболический синус расписал как x плюс o малая от x. Получил вот такую штуку. А здесь я x в кубе разделил x сюда, x в квадрате сюда. Видите, пока все абсолютно точно. Теперь сделаем вот так. Смотрите, запишем как предел при х, стремящемся к нулю. Здесь получим минус 2. А здесь делаем так. Синус х плюс о малой от х поделим на х плюс вот это самое о малой от х. И получится такая штука. Здесь останется х, х плюс о малой от х. Это то, что мы сделали с первым множителем, с вот этим. Для чего я это сделал? Ну смотрите, при х, стремящемся к нулю, х плюс о малой от х тоже стремится к нулю. И вы вот здесь получаете синус t поделить на t. Ну где t, это вот этот аргумент. А это первый замечательный предел. То есть вот эта дробь у вас стремится к единице. Что касается вот этой дроби, тут все достаточно тоже просто. Можно числитель и знаменатель поделить на х. И вы получите единица поделить на единица плюс о малой от х, деленное на х. То есть выражение, которое стремится к нулю. То есть вот это выражение, вот это выражение точно так же стремится к единице. И вы получаете, что первый множитель, вот этот множитель, у вас стремится к единице. Что у нас получается со вторым множителем? Давайте запишем. Итак, здесь умножить на синус. Давайте разберемся с этим синусом. Запишем его вот так. синус x в квадрате плюс x умножить на u малый от x. Поделим на x в квадрате плюс x умножить на это же самое u малый от x. Умножим на x в квадрате и поделим на x в квадрате плюс x умножить на u малый от x. x умножить на u малый от x. Вот так. Смотрим. Опять же, смотрите, если мы вот этот аргумент заменим на t, то вы получите синус t поделить на t. И это первый замечательный предел. То есть вот это выражение стремится к единице при x, стремящемся к нулю. Ну или когда аргумент стремится к нулю. Что касается вот этого выражения, с ним тоже просто разобраться. Ну действительно, давайте числитель и знаменатель поделим на x квадрат. У нас получится единица поделить на единица плюс o малый от x поделить на x. O малый от x поделить на x стремится к нулю. И вы получаете, что это выражение также стремится к единице. Итого, что вы получаете? Минус 2 умножить на единицу поделить на единицу, умножить на единицу поделить на единицу. То есть получаете выражение, которое стремится к минус 2. Точно такой же ответ, который был в прошлый раз. Но теперь мы не делаем каких-то предположений, что вот эта вот величина o малая от x квадрата чего-то там убывает быстрее, чем x в кубе. Я надеюсь, понятно, как этот номер решим. Давайте попробуем с вами еще пару номеров решить. Итак, следующий номер, который мы с вами решим, будет выглядеть вот таким образом. Так, мы разбирали случаи, когда x стремились к нулю. Давайте попробуем разобраться в случае, когда x стремится к единице. Смотрите, найдем предел при x стремящемся к единице от x в степени предел при x стремящемся к единице от x под корнем 13 степени минус. Значит, что у нас здесь? Корень седьмой степени поделить снизу корень пятый на корень третий. Значит, корень седьмой степени поделить корень пятой степени минус корень третьей степени. Корень третьей степени. Вот такое вот выражение. Давайте попробуем с ним разобраться. Опять же, смотрите, если вы умеете пользоваться асимптотическими формулами, когда аргумент не стремится к нулю, то молодцы. А если не умеете, то делайте замену. Итак, то есть смотрите, о чем идет речь. Вы знаете, что для корня у вас есть вот такая асимптотическая формула. То есть единица плюс t в степени альфа ведет себя как единица плюс альфа t плюс о малое от t. Согласны? Вот такая асимптотическая формула. Но еще разок, она верна только когда t стремится к нулю. То есть когда аргумент, который стоит под корнем, стремится к единице. Ну действительно, вот такая формула не верна. Вот такая формула не верна. x под корнем тринадцатой степени равняется... Ну я даже не могу записать. В любом случае такая формула не верна, а верна вот такая вот формула. Верна вот такая вот формула. Если у вас x стремится к нулю, если у вас x стремится к нулю, то вы не можете записать, что вот это выражение, это единица плюс там бесконечно малое. Потому что вот это выражение у вас стремится к нулю. Но если у вас x стремится к единице, вы также можете воспользоваться асимптотической формулой. Смотрите, как это сделать. Очень просто. Вы записываете как единица плюс x минус единица. Единица плюс x минус единица. А дальше просто у вас в голове есть, что x минус единица стремится к нулю. То есть, в принципе, х-1 стремится к нулю, и такое выражение справедливо следующему. Единица плюс корень, это 1,13, на х-х плюс о малое от х-1. То есть, единичка вот отсюда. х-1, это бесконечно малое, и записываем 1,13 плюс бесконечно малое, плюс о малое от этого бесконечно малого. Вот если вы в голове вот это держите, то можете сразу так писать. А если в голове вот это не держите, то действуйте аккуратно. То есть, лучше сделать замену. t равняется х-1. Замена никогда не подведет. То есть, предел это число. Он не зависит от переменной, которая у вас стоит под пределом. То есть, если у вас здесь под знаком предела х стремится к единице, то абсолютно не важно, у вас какое тут будет обозначение, х, у или что-то другое, в любом случае, предел это число. Вот, поэтому неважно, какую вы сделаете под пределом замену. Как вы преобразуете функцию. Вот, поэтому если вот такого выражения у вас в голове нету, то делайте вот такую замену, и просто-напросто получаете, что предел равен пределу, если х стремится к единице, то т стремится к нулю, при т стремящемся к нулю, х это единица плюс т, то есть, получаем единица плюс т в степени 1,13, минус единица плюс т в степени 1,7, поделить на единица плюс т в степени 1,5, минус единицы плюс т в степени 1,3. Ну и теперь, для каждого этого выражения, просто-напросто можно воспользоваться вон той симпатической формулой. То есть что вы получаете? Вы получаете предел при t, стремящемся к нулю. Здесь получается 1 плюс 1 тринадцатая t плюс o малая t минус 1 минус 1 седьмая t плюс o малая t поделить на 1. Для этого пользуемся плюс 1 пятая t плюс o малая t минус для вот этого пользуемся единица минус 1 треть t плюс o малая t. Понятно? И теперь просто-напросто упрощаем. Единички уходят и делим числитель и знаменатель на t. Что мы с вами получаем? Мы получаем предел при t, стремящемся к нулю. Здесь 1 тринадцатая минус 1 седьмая плюс o малая t плюс o малая t поделить на t. А снизу у нас стоит вот такое выражение 1 пятая минус 1 треть плюс o малая t плюс o малая t поделить на t. Вот такое выражение. Ну а теперь все достаточно просто. Это от t не зависит, это от t не зависит. Что с этим происходит? Вы знаете, что o малая t плюс o малая t есть o малая t. То есть понятно, что функция, которая бывает быстрее, чем t, плюс функция, которая бывает быстрее, чем t, вы получаете функцию, которая бывает быстрее, чем t. То есть вот сумма двух o малых это o малая t. O малая t поделить на t стремится к нулю. Ну потому что в числителе стоит функция, которая бывает быстрее, чем та функция, которая в знаменателе. Получается, что вот это стремится к нулю, вот это стремится к нулю, и вы получаете вот такой ответ. 1 тринадцатая минус 1 седьмая поделить на 1 пятую минус 1 треть. Как видите, в номере ничего сложного нет. То есть если вы умеете работать с выражениями, когда аргумент стремится к единице, работайте. Если не умеете, делайте замену так, чтобы аргумент стремился к нулю. И работайте с выражениями, когда аргумент стремится к нулю, то есть стандартными асимптотическими формулами. Умеете так работать? Работайте так. Не умеете работать и с такой формулой. То есть видите, тут все на ваш выбор. Давайте попробуем решить какую-нибудь еще одну похожую задачу. Например, найти предел при х, стремящемся к единице, от 1 минус х умножить на логарифм по основанию х от 2. Вот такое вот выражение. Вот такое вот выражение. Так, опять же, здесь у вас х стремится к единице. Как такое выражение можно переписать? Его можно переписать вот так. Смотрите. Как предел при х, стремящемся к единице. Здесь запишем единица минус х, а здесь запишем логарифм от х по основанию 2. Воспользуемся свойством логарифма. Получаем вот такое выражение. Соответственно, если х стремится к единице, числитель у вас стремится к нулю, знаменатель стремится к нулю. Получается неопределенность типа 0 на 0. Вот. Если, при этом вы знаете, что для логарифма у вас есть вот такая асимпатическая формула, что натуральный логарифм от 1 плюс t, 1 плюс t равняется t плюс o малая t. Но эта асимпатическая формула верна только если t у вас стремится к нулю. Согласны? Только если t у вас стремится к нулю. Соответственно, если у вас логарифм х, выражение, и х не стремится к нулю, а стремится к единице, то вы, в принципе, можете тоже записать асимпатическую формулу. Как? Да вот так. Смотрите. Логарифм х расписать как единица плюс х минус 1. Теперь х минус 1 стремится к нулю и воспользуется вот этой асимпатической формулой. То есть х минус 1 плюс o малая от х минус 1. Если вам удобно так работать, если удобно так работать, пожалуйста, работайте так. Если неудобно, делайте замену. То есть тут все время на ваш выбор. Вы все время работаете так, как вам удобно. Удобно так, пожалуйста. Удобно с такими формулами делать. Делайте замену так, чтобы аргумент стремился к нулю. Вот и все. Давайте, коль уж я начинал, буду делать все более-менее последовательно. То есть так как я и в предыдущих номерах делал замену, то я и сейчас сделаю замену. Итак, х стремится к единице. Нужно посчитать вот такое вот отношение. Я могу записать следующее. Я могу записать, что сделаем замену. Т равняется х минус единичка. Х минус единичка. Тогда предел при х, стремящемся к единице, равен пределу при т, стремящемся к нулю. А х минус единица, это у нас, единица минус х, это у нас минус т. А х это у нас единица плюс т. То есть логарифм по основанию 2 от единицы плюс т. Единица плюс т. Теперь давайте попробуем разобраться с логарифмом единицы плюс т по основанию 2. Чему он равен? Чему он равен? Соображайте. Вот эти асимптотические формулы справедливы для натурального логарифма. Соответственно, если у вас выражение не для натурального логарифма, а выражение для логарифма а, то для него тоже можно расписать асимптотическую формулу. Что у вас получается? Получается следующее. Вот предположим, что вы хотите расписать асимптотическую формулу для логарифма единица плюс т, где т стремится к нулю, от логарифма а. Давайте попробуем с вами показать, что логарифм от единицы плюс т, деленное на а, это т поделить на логарифм, т поделить на натуральный логарифм а, т поделить на натуральный логарифм а, плюс о малое от т. Что нужно, чтобы доказать это выражение? Вам нужно показать, что логарифм по основанию а от единицы плюс т, логарифм по основанию а от единицы плюс т, минус т, деленное на натуральный логарифм а, минус т, деленное на натуральный логарифм а, есть о малое от т. Чтобы доказать, что какое-то выражение есть о малое от т, нужно показать, что отношение вот этого выражения к т стремится к нулю. Давайте посчитаем предел. Посчитаем предел при t, стремящемся к нулю, от логарифм а в степени единицы плюс t, минус. Дальше, t распишем как t умножить на логарифм от e, деленное на а, и поделим на t. Посчитаем этот предел. Что мы делаем? Ну, очень просто. Берем и делим числитель на t, получаем предел при t, стремящемся к нулю. Здесь, когда делим логарифм, заносим t в логарифм, получаем единица плюс t в степени единицы на t, минус. А здесь просто получаем логарифм по основанию а от экспоненты. Смотрите, когда t стремится к нулю, единица плюс t в степени единицы на t, это второй замечательный предел. он стремится к экспоненте. И вы получаете логарифм от экспонента по основанию а минус логарифм от экспонента по основанию а. Получаете 0. То есть вот это отношение к t есть 0. Таким образом, справедлива вот такая вот асимптетическая формула. Понятно, откуда она взялась? Как ее легко запомнить? Ну, очень просто. Смотрите, когда вы записываете выражение для а в степени х, у вас получается 1 плюс х умножить на логарифм а плюс о малой от х. То есть, когда вы а возводите в степень х, у вас умножается на логарифм а. Когда вы берете от 1 плюс t логарифм по основанию а, у вас делится натуральный логарифм а. Уловили? В принципе, все достаточно просто показывается. Ну, давайте теперь для нашего случая. Для нашего случая получается так. Предел при t стремящемся к нулю. Здесь получается минус t. А здесь выписываем выражение для логарифма. Логарифм от 1 плюс t по основанию 2. Это будет t поделить на натуральный логарифм 2 плюс о малой от t. Что мы делаем дальше? Очень просто. Числитель и знаменатель делим на t. Получаем предел при t стремящемся к нулю. Здесь получаем минус 1 поделить на 1 поделить на логарифм 2 плюс о малой от t поделить на t. Ну, а теперь тривиально. При t стремящемся к нулю, вот это от t никак не зависит, а вот это стремится к нулю, потому что о малой от t убывает быстрее, чем t. Получается минус 1 поделить на 1 логарифм 2. То есть получается минус логарифм 2. Минус логарифм 2. Я надеюсь, понятно, как эту задачку решили. Давайте сделаем небольшой перерыв и перейдем с вами к понятию производных.